На этой лекции вы узнаете о защитниках Империума, что бдят во мрачной тьме межзвездного пространства и обороняют владение Императора от посягательств из космоса. Эти громадные, истерзанные варпом корабли, на которые никогда не падает взор простых граждан Империума, отделяют наше господство над галактикой от ереси и проклятия. Лорд Адмирал Раф Лорд Адмирал Раф Насколько бы для Империума не были важны планеты, нельзя забывать, что они отделены друг от друга безжизненной темнотой недружелюбного космоса, кишащего пиратами, кораблями врагов человечества и пустотными хищниками. Многие Имперские Адептусы имеют свои флотилии, порой состоящие из тысячи тысяч могущественных кораблей, уничтожающие подчас целые планеты и аннигилирующие огромные вражеские эскадры. Но никому как в Империуме, так и за его пределами не сравнится с Имперским боевым флотом, ни числом боевых кораблей, ни их совокупной мощью. По всей галактике разбросаны миллионы кораблей, крепостей, флотилий, оборонительных станций и баз флота, принадлежащих главной космической силе человечества. Целым Имперский боевой флот делает ставку на бронированность, огневую мощь и численность, но на самом деле его флотилии немногим менее многообразны, чем Имперская Гвардия, а его корабли вполне способны бороться с кораблями любых других рас соответствующего им класса, а некоторых даже они значительно превосходят. Его капитаны и офицеры хорошо обучены тактике и дисциплине, а корабли защищены многослойными пустотными щитами и толстой адамантиевой бронёй, неся на своём борту подчас грубое, но опустошительное оружие. В то время как наименьшие боевые суда Имперского флота имеют длину около полутора километров и вес немногим менее 6 миллионов тонн, без учёта оснащения, крупнейшие корабли превосходят длиной 10 километров и несут ни одну сотню тысяч членов экипажа. Хотя вся эта армада гигантских звездолётов в целом существует с одной целью – доказывать право человечества править галактикой, на поле боя каждый корабль выполняет свою, порой совершенно уникальную роль. Так эсминцы проводят беспокоящие фланговые и тыловые торпедные атаки, защитные фрегаты прикрывают старших братьев от авиации и торпед, а эскортные авианесущие корабли выпускают раи космических бомбардировщиков, истребителей и штурмовых ботов. Правят же боем огромные капитальные корабли вроде крейсеров и линкоров, способные огнём своих орудий содрогать целые континенты. Огневая мощь имперского флота зиждется на пяти основных компонентах. Первый компонент – это макробатареи, скорострельные пушки, буквально разрывающие вражеские корабли потоком макроснарядов. Их потрясающая огневая мощь оттеняет лишь постепенное падение эффективности огня на дальних дистанциях и относительная стойкость к макроснарядам сверхтяжёлой брони. Второй компонент – лэндс-излучатели, стреляющие с фокусированными лучами энергии, напротив, эффективны на дальних расстояниях почти так же, как и вблизи, и способны прожечь даже самую тяжёлую броню. Расплачиваются за это они тем, что у макробатарей составляют основу их эффективности – скорострельностью. Третий компонент – это торпеды, обычно монтируемые на носу имперских боевых кораблей. Они не воспринимаются множеством нефизических защит, таких как пустотные щиты или силовые поля орков. Как малые корабли, торпеды проходят сквозь эту невидимую броню, врезаясь в сам корпус, нанося колоссальный урон своей плазменной боеголовкой. Четвёртый компонент – зенитные турели. Являются скорее частью защиты корабля, наряду с адамантиевым корпусом, пустотными щитами и генераторами помех, чем оружием. Недальнобойные и маломощные по космическим меркам эти турели усеивают корпус корабля, безжалостно расправляясь с бомбардировщиками, торпедами и абордажными судами, что посмеют подойти достаточно близко. Пятый компонент представляет собой плеяду различной космической авиации, известнейшей из которых являются бомбардировщики класса «Звёздный ястреб», истребитель класса «Фурия» и штурмовая лодка типа «Акула». Способные, как и корабли с торпедами, преодолевать защитные поля, они приносят грубую мощь в жертву гибкости применения и адаптивности в меняющемся калейдоскопе битвы. Однако, имперский флот не властвовал бы в галактике, будь он столь однобог. К примеру, некоторые корабли оснащены батареями плазменных макроорудий, выстреливающих сгустками плазмы на большие расстояния. Другие несут дестабилизирующие макробатареи, чьи выстрелы насыщенных ионизированных атомов Дейтерия буквально отключают электронику цели. Третьи вооружены гравитационными пульсарами, обращающим против врага саму силу гравитации. А четвертые несут устрашающие флотские защитные турели. Много более грозный вариант зенитных турелей, защищающих не только сам корабль, но целые области поля боя вокруг себя. Разумеется, арсенал торпедных аппаратов также не остался с одним типом боеприпасов. Существуют более сокрушительные мельтоторпеды, торпеды, курс которых можно корректировать во время полета, а также оборудованные форсированными двигателями и многие другие, вплоть до самых ужасающих, вихревых, буквально стирающих вражеские корабли из материального мира. Наконец, все большую и большую популярность обретают новопушки, ужасающие циклопические орудия столь огромные, что их можно устанавливать лишь на тяжелые крейсера и более крупные корабли. И то строго на нос судна, обычно за место всех торпедных аппаратов. Огромные снаряды за счет гравиметрических импеллеров за считанные мгновения достигают вражеских кораблей, где расцветают взрывом, подобным сотням плазменных бомб, рождая миниатюрное солнце, плавящее адамантией словно воск. Уже одно это заставляло бы капитанов вражеских кораблей холодить от страха, но новопушка в довершении всего еще и невообразимо дальнобойна, в буквальном смысле в разы превосходя эффективную дальность иных орудий даже флагманских кораблей, как Империума, так и других рас. Разумеется, к этому оружию также существует номенклатура специальных боеприпасов, столь могущественных, что я не стану тревожить их машинные духи по разным перечислениям. Однако, несмотря на всю свою запредельную огневую мощь и бронированность, быть может, самой важной причиной, обеспечивающей столь высокую эффективность Имперскому боевому флоту, является его высокая скорость в межзвездных перелетах, превосходящая почти любую иную расу в галактике. Навис Нобили, известный также как Дома Навигаторов, объединяет в своих рядах санкционированных мутантов, известных как Навигаторы. Эти люди, одаренные третьим глазом во лбу, восприимчивы видеть течение варпа так же ясно, как мы видим реальный мир. Прокладывающие быстрые и безопасные маршруты в нематериальном пространстве, они являются третьим элементом Триумвирата Имперского доминирования над варп-пространством. Благодаря труду Адептус Механикус, производящих варп-двигатели и поля Геллера, Адептус Астрономика, поддерживающая маяк Астрономикона, и навигаторов Навис Нобили, ведущих корабли по течениям варпа, Имперский флот, будь то военный, торговый или гражданский, является краеугольным камнем, объединяющим миллионы планет в единую межзвездную Империю. Тем не менее, не стоит полагать и обратного того, что Империум опирается лишь на свои флотилии, способные быстро путешествовать на тысячи световых лет. Так, космические корабли, не приспособленные к варп-прыжкам, называемые обычно защитными мониторами, охраняют превеликое множество планет и звездных систем по всему Империуму. Не имея варп-двигателя и поля Геллера, они занимают освободившееся место под дополнительные пустотные щиты, броню и боевые орудия, представляя угрозу много большую, чем может показаться по их размеру. Учитывая, что планетам в целях защиты от распространения восстаний и ереси запрещено владеть кораблями, способными путешествовать между звездами, подобные корабли внутрисистемной обороны порой являются основным средством самозащиты планеты. Однако, даже если в системе не видно вообще никакого флота, она отнюдь не беззащитна. Огромные минные поля перекрывают места наиболее удобных выходов из варпространства и пути наиболее быстрого продвижения кораблей к планетам и космическим базам, как минимум значительно замедляя, а порой и нанося значительный урон противнику еще до того, как он встретит первого имперского защитника. На орбите планеты зачастую присутствуют целые цепочки оборонительных платформ, ощетинившихся макроорудиями, излучателями и торпедными аппаратами. Обычно они относительно малы, но даже в большей степени, чем в случае с мониторами, их размер не сопоставим с их огневой мощью. Иногда подобные орудийные комплексы размещают на астероидах, экономя ресурсы и отчасти увеличивая защищенность конструкции. С другой стороны, над планетой могут висеть огромные космические станции, орбитальные доки или даже звездные крепости, что велики не только защитой и огневой мощью, но и размерами. Подобно орбитальным оборонительным платформам, защитные орудия располагают и на самой планете, скрывая ракетные шахты в горах и усеивая противокорабельными пушками планетарные крепости. Имея почти неограниченные возможности по размещению боезапаса, питающих реакторов, систем охлаждения, эти орудия порой столь мощны, что могут без преувеличения уничтожить флагман неприятеля всего лишь одним опустошительным залпом. Так или иначе, каждая имперская планета практически без всяких исключений имеет мощные средства защиты от вражеских кораблей, что делает любые атаки на владение человечества крайне рисковым предприятием и позволяет имперскому боевому флоту действовать более свободно, перераспределяя силы отнесения гарнизонной службы в пользу контрударов и завоеваний. И завоевание Империум, ставший крупнейшим межзвездным государством в истории галактики, умеет вести как никто другой. Наши стратеги знают, что прямое противостояние двух флотов – это лишь часть войны, пусть даже наиболее яркая, в то время как победа куется во всех ее аспектах. Одним из важнейших аспектов является поддержание армии и флота в боеспособном состоянии на протяжении всей войны. Конечно, в первую очередь подобные задачи ложатся на плечи верениц транспортных кораблей, везущих запчасти, амуницию и припасы. Но Империум пошел много дальше, используя корабли-фабрики и корабли-кузницы, производящие именно то, что армии и флоту нужно здесь и сейчас, и делать ремонт прямо близ поля боя. Более того, добывающие корабли порой могут начать собирать ресурсы на едва захваченной территории, еще сильнее уменьшая зависимость от поставок. И речь идет не только лишь о минеральных ресурсах. Так, к примеру, специальные Имперские корабли могут производить нужное для плазменных реакторов топливо, забирая плазму прямо из звезд. Но, пожалуй, самой впечатляющей особенностью Имперского завоевания является то, что враг может неожиданно обнаружить там, где только что был беззащитный тыл Имперского флота или едва завоеванная система, высится громада звездного форта, способного в одиночку обратить в прах целую флотилию. Все дело в том, что некоторые Имперские космические сооружения, самым известным и распространенным из которых является звездный форт класса Рамелис, могут в сопровождении буксиров совершать варп-прыжки, перемещаясь между звездами, подобно космическим кораблям. Таким образом, Империум имеет возможность в кратчайшие сроки получить могучую космическую твердыню, выполняющую функции штаба, ремонтные базы и центра снабжения прямиком на передовую, сокращая тем самым время проведения военной кампании порой на целые годы. Наконец, стоит заметить, что хотя истинное величие Имперского флота воистину проявляется в его противостоянии с огромными вражескими флотами, куда чаще в космосе приходится иметь дело с пиратами, чем с противником столь безрассудным, что смеет прямо бросать вызов Имперскому боевому флоту. Даже несмотря на невероятную численность боевых кораблей, транспортников в Империуме и еще больше. Для борьбы с этой угрозой, кроме обычных контртактик, вроде засад, было рождено два особых способа противодействия. Первый – это появление субкласса быстрых боевых крейсеров, несущих более мощные форсированные двигатели. Хотя в битве с противником своего класса подобные корабли имеют больше шансов получить катастрофические повреждения, при попадании в район двигателей, огромные боевые корабли, летающие со скоростью пиратских рейдеров, не оставили последним ни шанса скрыться, ни шанса противостоять себе в бою. Вторым способом превратить охотника в жертву стало появление класса кораблей со скрытым вооружением, иначе известными как Q-корабли. Выглядящие как обычные торговые суда, они терпеливо ждут, пока к ним приблизятся пиратские корабли, после чего срывают свою благочестивую маску. Там, где разбойники жаждали обнаружить трюм полной добычи, оказываются лишь ряды орудийных батарей и дополнительных генераторов защиты, безжалостно изничтожающие тех, кто посмел в своей глупости помыслить, что Империум оставит свои транспортные корабли без защиты. На этом мы прервемся, чтобы после перерыва поговорить о незримых силах, стоящих на защите человечества, и силах, оказывающих поддержку его неисчислимым армиям. Присоединяйтесь к рядам защитников Империума и регулярно посещайте мои лекции. Делитесь копиями этого материала со своими боевыми братьями. И помните, потери приемлемы, поражения нет. Мрачной тьме далекого будущего есть только война. Субтитры создавал DimaTorzok